Здравствуйте! Это Запад24 и новая программа говорит Ачинск. В этой программе мы будем поднимать актуальные вопросы для жителей нашего города. Если у вас есть вопросы, которые требуют освещения, то сообщайте нам их в смс и в мессенджерах по телефону 8 923 354 23 13. 13 сентября состоятся выборы депутатов городского и районного совета. Также мы будем выбирать одного представителя в краевой парламент. Партии и самовыдвиженцы уже известны. Конкурс в горсовет по 5 человек на одно место в округе. 5 человек на место это серьезно. Но вообще можно сказать одно. Политическая жизнь у людей как минимум вызывает вопросы, как максимум недовольство. А знают ли Ачинцы, кто баллотируется на их округ? Не знаете, кто баллотируется на ваш округ? Нет, вообще не знаю. Нет. Ну что же, как оказалось, новичков никто не знает и не слышал. Точно можно сказать одно. Общественной поддержки, несмотря на посты кандидатов в социальных сетях, на сегодняшний день нет ни одного из них. А сейчас спросим, знают ли люди действующих депутатов городского совета. А вы знаете, кто сейчас действующий депутат вашего округа? Нет, не знаю. А действующий депутат вообще нет? Я не знаю. Мы депутатов выбираем, тут под них нет. И снова никто ничего не знает. Может быть, это потому, что они появляются раз в пятилетку перед выборами. А вместе с ними новый асфальт кое-где. Пара лавочек. А потом они исчезают, как моряки, которых не видишь годами. Но, конечно, можно писать им письма. Хотя у нас есть депутаты, которые уже отработали несколько сроков и дальше планируют занимать депутатские кресла. Один из них – Василий Мизинко. Кстати, недавно у него прошла встреча с жильцами 30-го дома на 5-м микрорайоне. Вот что думают его избиратели. На прием администрации мы к нему ходили, задавали вопросы свои, наболевшие. И что сделал он? Ничего. Он? Ничего. Ничего. Да. А потому что у нас денег нет. Они только задают перед выборами. Что выборами? Ну, когда надо пролезть. Мы против, потому что ничего не делается. Абсолютно ничего не делается. Я зато работаю в жители. Ну, жителям музыками в отрещании делается не делается. Василий Мизинко собирает основные пожелания жителей. Дороги, лавочки, детская площадка. Но признается, вряд ли получится сделать все сразу. Одни хотят детскую площадку, другие парковку. Но не бывает все сразу. Он сказал, что это в сентябре где-то так уже. После сентября можно еще. Да, да. А после выбора мы опять его не увидим. Мизинко один из самых загадочных действующих депутатов городского совета уже 15-й год. Но мало кто знает его лично. Однозначно могу сказать, городской совет никогда не будет иметь веса и значения, пока в нем нет независимых депутатов. Или пока там есть депутаты, которые молчат, которые сидят, кивают головой и вообще ничего не хотят делать. Но, видимо, с жильцов 35-го дома достаточно обещаний. И они открыто заявляют. Помоложе, помоложе надо выбрать. Надо помочь. Давайте выбирать другого. Я помогу. Я уже давно. Очевидно, что в очередной раз Василий Мизинко решил, что лучше иметь проблемы на протяжении месяца и ходить по дворам, выслушивать критику. Но зато потом 5 лет у него будут относительно спокойные и безоблачные. Совершенно точно. Василию сейчас очень рискованно идти в депутаты. Особенно, когда после 14 лет у тебя вот такая вот обратная связь. Что ж, мы с вами прощаемся. Напоминаю, что вы можете писать нам свои вопросы и предложения. Друзья, все вместе мы сможем сделать намного больше. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok